Здравствуйте, мои дорогие! Крадется еле-еле слышно, пробиваясь робким лучом, Сквозь плотное небо воздушный фибраль. Он невесом и нежен, как фотоневеста, Как легкая кружевная шарь. Пробуждает нас самое трогательное и прекрасное, Наполняет все существо тягой к красоте. Совсем скоро на маленьком столике появится букет тюльпанов, От которого станет тепло, светло и радостно. Февраль — это вовсе не конец зимы, Это начало весны. И сегодня я хотела бы поговорить с вами в этот первый февральский денек О ароматах, которые мы будем с вами носить в феврале. Я приготовила для вас свои варианты ароматов И хотела бы также предложить вам поговорить о том, Какие ароматы планируете вы носить этим февральским месяцем, Последним месяцем зимы 2019 года. Итак, я хотела бы начать с самого первого аромата, Который почему-то я убрала в самый дальний угол в январе. И вот я вспомнила о нем такой замечательный аромат от Tomofort. Называется он Parfum Noir. Аромат очень теплый, был создан в 2015 году. Он совсем новичок. Он, вы знаете, и сладкий, и томный, и очень манящий. Здесь есть горький апельсин, и это очень чувствуется в начале. Но когда вы нанесете его, многие, я слышала, жаловались на то, что аромат нестойкий. Но вы знаете, при соприкосновении аромата с кожей и шерстяной тканью, Он приобретает весьма и весьма значимую стойкость. Я слышу в нем мандарины, и поэтому я вам предлагала его примерить на новогоднюю ночь. Здесь очень есть красивый и очень отличающий от всех ароматов компонент мороженое Кюльфи. Я не знакома с этим мороженым, но, вы знаете, я очень чувствую именно сливочный вкус, сливочную ноту в этом чудесном парфюме. Здесь также присутствует и цветок жасмина, что позволяет этому аромату Также сделать заявку на то, чтобы кто-то, возможно, поносил его и летом. Потому что именно цветы мы так любим носить в летнее время года. Но вот я его вам очень рекомендую попробовать именно февральским замечательным месяцем. Несмотря на то, что этот месяц знаменит сильными ветрами, частыми морозами. Именно вот в нашем канадском городке Виннипеге и в сибирских городах России. Но именно этот аромат, я думаю, вам поможет согреться и вспомнить, что скоро совсем наступит весна. И именно зимой наши дома нас окутывают теплом и уютом. И именно зимой мы чувствуем как никогда уют и ценность нашего домашнего очага. Итак, мы перейдем к следующему аромату, который я хотела вам представить. Второй это Ozan или Poison, Pure Poison от Christian Dior. Вы видите, что этот аромат я ношу достаточно часто. И именно в феврале я ношу его значительно, то есть из всех вот месяцев более всего. Он относится к цветочным ароматам. Чистый жасмин, хрустальный жасмин. Этот аромат, несмотря на то, что он цветочный, для меня он очень холодный, кристальный. И я бы даже его назвала таким хрустящим ароматом. Здесь также присутствуют и древесные ноты, кедра. Посмотрите, какой он красивый. Этот аромат, возможно, я бы даже и порекомендовала. Я не знаю, если это... Опять-таки, для каждой девушки индивидуально подбирать нужно аромат. Но если невеста предпочитает такую холодность, скажем так, в образе, то холодность, то вот этот аромат бы прекрасно подошел бы и невесте также. Опять-таки, несмотря на то, что это цветочный аромат, аромат жасмина, он очень холодный. И в зимний февральский месяц он как бы подчеркнет вот эту вот холодность, несмотря на то, что именно вроде как зимой нам хочется согреться. Но вот этот аромат, он очень красиво и гармонично сочетается именно вот с февральским месяцем, на мой взгляд. Если вы видите это по-другому, мне будет интересно послушать ваши мнения, мои хорошие. Аромат, который не оставляет равнодушным на протяжении уже практически века, не практически, а века, больше века, он создан в 1912 году, мои хорошие. Этому аромату уже 100-107 лет. Даже не верится, это «Лю-блю» от знаменитейшего дома «Герлен». Я без приукраски, без доли сомнения назову вам этот аромат как один из самых-самых любимейших ароматов у меня и у моей старшей дочери. И знаете, когда я открываю и начинаю вдыхать себя в этот аромат, вы знаете, я не могу остановиться. Это «Сумерки», это знаменитые «Сумерки», любимейший аромат Рони Шнайдер. Многие актрисы любили его. Также я знаю, вроде как, любимая женщина Владимира Маяковского любила этот аромат или брик. Но даже если мы не будем говорить о каких-то знаменитостях, то просто вот... Когда вы знакомитесь или просто у вас есть этот аромат, когда вы наносите аромат на себя, ощущение такое, что вы просто улетаете в какую-то другую эпоху, в какую-то нирвану погружаетесь. Это несомненно красивейший аромат и богатейшая композиция в этом аромате есть. Аромат февраля, аромат сумерек, аромат тайны, аромат истории. И, знаете, он не сладко звучит, он звучит именно и не сладко, и не томно. Ну, томно, да, томно, да. Как это охарактеризовать, я даже, вы знаете, не могу вам сказать. Я чувствую здесь и цветы, и немножко вани, и древесные ноты. Опять-таки, здесь немножко есть и специевость за счет того, что здесь добавлена гвоздика. Настолько много переплетений разных по звучанию нот, что... Ароматы от Дона Гильен вообще мне нравятся тем, что они звучат на протяжении всего времени на шине, именно многоступенчатые. И они раскрываются на коже очень долго и в разные периоды раскрытия. Они звучат по-разному. Обязательно попробуйте. Я очень рекомендую вас к знакомству этот аромат. И я думаю, что именно февраль месяц замечательно бы подошел именно для знакомства с этим ароматом. Как не сказать вам о замечательном пудровом аромате от Джульеды Хазаган. Как вам так его показать? Это Citizen Queen. Кстати, я сегодня в этом аромате. Это совершенно такой модерновый, да, можно сказать так, если можно так определить этот аромат. Современный, цветочно-древесно-мускусный он 2008 года. Это вот какой-то просто подарок, я думаю, для женщин. Для женщин, которые любят смелость, любят экспериментировать с ароматами. Сам бутылёк такой металлический, очень тяжёлый, красивый. Ну и аромат также волнительный и прекрасный. Но на первом месте я бы, конечно, определила пудру здесь. И звонкость и такую вот колкость придают альтегиды этому аромату также. То есть очень сложно описать аромат, но вот знакомство с этим ароматом меня очень так обрадовало. И я с удовольствием, с удовольствием вношу этот аромат как на работу, так и вообще в повседневной жизни. Очень у меня он радует. Но я бы, возможно, не одела бы его на праздник, потому что он всё-таки такой, мушка, собирает тебя в такую строгость, придает твоему образу строгость и собранность. А какой аромат согреет вас? Так это аромат, который многим-многим знакомый, хороший, я думаю, знаете вы многие. Это Dior Addict. Самый первый, самый знаменитый аромат, который собрал с него, наверное, все виды ванили, которые возможны. Очень тёплый, сладкий. Да, не пользовалась я давно им. Смотрите, даже если я наношу на руку, он уже, за счёт того, что здесь ванили, он уже окрашен. Тёмным стал аромат, совершенно тёмным. Ой, конечно, это уже не просто духи, это уже какой-то эликсир. Эликсир. У меня флакончик 2014 года, несмотря на то, что первый аромат был выпущен, прям как маслянистый. Слушайте, вот уже я так смотрю, настолько он уже у меня настоялся. Несмотря на то, что он 2014 года, да, 5 лет аромату. И именно, я бы, возможно, даже назвала его эликсиром ванили. Здесь есть и цветы, конечно, но вот и цветы, и цитрусы здесь есть. Но больше всего я слышу здесь ваниль. И очень-очень он стойкий. Очень такой, многие могут сказать, что он достаточно навязчивый аромат. Но я всегда повторяюсь, и я думаю, не устану повторять, что очень важно, что вы, как вы носите аромат, какой посыл вы хотите дать. Да, если вы хотите аромат носить как украшение, или же вы хотите заявить о себе громко, в этом отношении вы варьируете количество нанесения аромата. И вообще это чисто индивидуально. Сколько вы наносите на себя аромат, и именно, как именно вы преподносите себя и аромат на себе. То есть я ношу аромат, совсем немножко наношу, потому что я работаю с людьми. И мне очень важно, чтобы мои духи, мой аромат не напрягал окружающих меня людей. Потому что мне нужно, чтобы люди, в общем-то, ко мне стремились, а не отодвигались подальше. Ну, это когда я на работе, потому что я общаюсь с людьми, и также мне необходимо быть и близкими к ним достаточно. Аромат, который многие не забыть, это аромат Armani Code Luna, Giorgio Armani 2012 года. Я так думаю, что это было лимитированное издание. Достаточно холодный по характеру, он очень похож с Purpuesa. За счет того, что здесь есть апельсин и кожаные ноты, а также белый кедр. Он достаточно холодный, отстраненный. Ну и само название De Lune говорит само за себя. Я бы сказала, что ароматы от Giorgio Armani я не совсем поняла. Но вот в коллекции я его имею, потому что именно в такие вот периоды времени года, когда именно февраль, вот февральские ветреные погоды, когда хочется так немножко прозрачности в ароматах почувствовать. Именно вот он прекрасно раскрывает зимой на ветреную погоду. Попробуйте, если вы не знакомы с этим ароматом. Он совсем не похож на Armani Code. Это совершенно самостоятельный аромат, я бы сказала, потому что именно что в нем добавлены именно цитрусовые ноты и ванили сочетание. Ну и последний аромат Le Secrete. Красавец вот такой вот. Это если вы любите ноту Isabel виноград, то этот аромат для вас. Эликсир Джиман Ши. 2011 года. Такой красавец. Все ароматы, все бутыльки такие красивые. Вот у Enjin Damon. Лимон, чай. И именно я очень отчетливо слышу здесь ноту винограда Isabel. Мускус, пачули, кедр и, естественно, ванили. Аромат красивый. Видите, он у меня практически уже закончен. Потому что у меня и дочки его любили. Я помню, носили часто. Вот. Но секрет у меня все-таки больше самый популярный аромат из всех. Ну, вот этот аромат прекрасно подойдет для февральских вечеров. Для февраля. Ну и, пожалуй, это все. Самым любимым я бы, наверное, назвала вот эти вот три аромата. Это Люблю, Purpison и мой любимчик. Это Noir от Tom Ford. Очень рекомендую вам познакомиться с этими ароматами. Напишите, мои хорошие, какие ароматы вы носите в феврале. Что вы знаете, какие ароматы вы не знаете. Пишите, спрашивайте. Я всегда вам отвечу. Очень рада с вашим знакомством с вами. И кто не знает меня, пожалуйста, пишите. Будем знакомиться. Подписывайтесь на мой канал. Я буду очень-очень рада вам. И до новых встреч. Пока-пока. Не мерзните. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...